Бренд-партнер и лидер компании Reflame. Со стажем сотрудничества они 5 лет и даже не 10. И я понимаю, что после вчерашнего мотивационного мероприятия, которое для нас подарила компания, не совсем просто переключиться на рабочий процесс, потому что, в общем-то, мотивация работает с нами 48 часов. И именно в эти моменты хочется больше подумать, о будущем, о позитиве, о очень крутых переменах в своей жизни. Но у меня обычно так происходит. И, конечно же, о своей команде, о своих партнерах, которым еще нужна помощь наша. И мы, в общем-то, в какой-то момент взяли ответственность за их результат. И сегодняшняя тема, мне кажется, аналогично так вписывается после вчерашнего мероприятия, потому что у многих, наверное, даже у большинства партнеров, новичков, один самый главный вопрос. То есть я вот, мне нравится все в этом бизнесе, я загорелся, как говорится, жетончик упал. Но что делать? Все, конечно, замечательно. Вы такие там крутые, красивые в платьях выступали. А мне-то что делать? Я тут сижу и понимаю, что да, с чего начать. И Лена, в общем-то, правильно в самом начале сказала о том, что не всегда есть, что показывать в соцсетях на первом этапе. Но это я вообще предлагаю об этом не думать, потому что у всех у нас нечего было показывать в начале своего пути, когда мы только пришли в эту компанию. И если вы все сейчас вспомните свой первый день, неделю, месяц, может, у кого-то период затянулся на год и на годы, то я думаю, что вы согласитесь с тем, что этот шаг нужно очень быстро, ну, скажем, сделать, да, от того, что нечего и к тому, что в конце концов есть. И даже самая маленькая победа – это уже серьезный старт к вашим высоким целям. Об этом просто знайте, никого не слушайте, когда сейчас умные блогеры рассказывают, что да, ребята, вы вообще вот меня, меня смотрите, мне давайте подписчик, когда поболее. Но это особая тема, я думаю, что у нас еще будет не раз пообщаться, да, в рабочем процессе об этом. Я два слова просто скажу о том, у нас 20 минут выступления, и мой посыл сейчас и моя тема не о технических моментах Инстаграм, потому что я, друзья, вообще только учусь и только начала это делать, и, по сути, может быть, с апреля месяца так активно этого года, как я назвала в начале года 2020 год на своем коллаже, год чудес, но, в общем-то, так оно и получается. Потому что еще в 2019 году я была ярым сама себе противником, что, ну, мне не нужно активно заходить в соцсети, я это не люблю, я это не хочу. В общем, я сама с собой вела диалог долгие месяцы, вот, может, даже не один год. Потому что мой бизнес начался, продолжался, и самый такой рассвет произошел исключительно в офлайн, потому что я, ну, мы все, да, из 2000-х годов предприниматели строили и построили свой бизнес на общении живом, и, в общем-то, когда ворвался онлайн в нашу жизнь, большинство людей просто сделали вот так, и поняли, что, ага, вот такая, значит, история, да, вы сейчас к чему это все ведете? Вот, это просто реалии жизни. И когда пришел этот офигенный карантин, вот такой, да, мы все с вами вдруг поняли, что, ну, как модно говорить, да, уже новая реальность, все так не будет, уже все то не вернешь. Все понятно, кто захочет, тот вернет. Вот, ну, я-то понимаю, что если я не хочу, это не значит, что мои партнеры этого не хотят, и что моим партнерам надо смотреть на то, как я не хочу и борюсь с собой, понимаете? Здесь уже уровень ответственности и лидера, и директора предпринимателя, он должен быть максимально вот такой, настолько высокий, но это если вы себя действительно видите в роли этого предпринимателя, который, так, я что-то вижу, что проблема со связью есть? Нет, друзья, чуть-чуть висну. Вы берете на себя ответственность и понимаете, никто никого никогда не заставит пойти в соцсети. Вот в чем дело. Нет такого человека, который вас заставит это сделать. Вы будете ровно столько в состоянии принятого решения, сколько вы сами хотите, вернее, в процессе принимать его или нет. Ну, вот у меня точка моя невозврата, скажем так, точка моя невозврата... Ага, все правильно, я следующий слайд. Появилась именно вот в этом году, это весной, вот, когда все закрылось, у меня в команде очень много СПО, прям очень много, даже не 10, а больше. Два бюти-центра, ну, 90% команда, работающая мастер-классами, живыми встречами, и понятно, что коммуникация вся происходит сейчас онлайн, ну, это всем понятно, да, но имеется в виду рекрутинг, да, и такое очень плотное сопровождение мы все проводили исключительно глаза в глаза. И все, время пришло, я в двух словах сейчас вот после этого слайда скажу, что со мной произошло, но давайте так вот, по-честному, ответим себе на вопрос, именно себе. Зачем вообще людям, Инстаграм, Фейсбук, соцсети, вообще подписчикам, мы все с вами подписчики, на кого-то, кто-то, на нас, и у всех одна цель, кто заходит в соцсети и начинает активничать, одна цель, чтобы нас заметили, мы все с вами, мы все с вами подписываемся исключительно на интересные аккаунты, полезные, яркие, красивые, никто не будет сидеть в коврах, в шелках, в пивасике и в раках и бесконечно тупить и смотреть на эту жизнь, вы это все прекрасно понимаете. Нам для того, чтобы сменилась, в конце концов, картинка, которая нам неинтересна, мы идем и смотрим, там, где мы ищем вдохновение, чтобы как минимум глаз успокоился и ухо, понимаете, навострилось на этот канал. Мы не подписываемся, и я сейчас говорю даже не о предпринимателях о нас, о лидерах Арифлейм, мы очень умные, мы классные, мы все это понимаем, да, у нас все по теме. Я вообще сейчас говорю о всех людях, которые живут в этом, в этой жизни, на этой планете и вот большинство таких. Мы обращаем внимание исключительно на аккаунты, близкие нам по духу, по ценности. Вы их нюхаете, вы интуитивно понимаете, что вам зайти туда или не надо, да, ну, согласитесь, я вижу, да, что вы согласны со мной. Покупаем услуги, товары, бесплатные марафоны. Кстати, кто в этой весной и летом напокупался марафонов там, да, ну, таких доступных по цене, что даже наполовину пока еще времени нет их все прочитать, просмотреть. Но я одна из таких, может быть, немногих людей, вот, я вдруг за все взялась и там, и там, и там, кусками там прошла, ну, как бы могу еще себе позволить, учитывая, что есть какой-то багаж знаний, и можно как-то переключаться. Но я могу сказать, что у меня катастрофически именно вот в этот период, весна-лето 2020 года, я поняла, что я вообще ничего не знаю, что я просто ку-ку, что мне надо куда-то, в общем, за кем-то гнаться. Ну, это должен был такой период у меня пройти, я понимаю, о чем я говорю, потому что, учитывая, что, да, лидерская тема – это вообще номер один, почему я в Арифлейм осталась, это даже не деньги, вот, я очень быстро переключилась на лидерство, на… у меня амбиции очень сильные, ну, я такой человек. И, ну, я, если теряю интерес, я очень быстро ухожу. Я начала искать в компании, за что и за кого я могу здесь удержаться, да, это очень важный момент. И нашла. И никогда больше уже себе не изменяла, и всегда была предана исключительно Арифлейм, одной компании, и поддерживала только монобрендовое сотрудничество, потому что для меня вот эти вот бесконечные истории, а может там, а может здесь, это вообще табу. И, соответственно, да, искала эти пути. И, конечно, когда мы с вами подключаемся на какие-то аккаунты, которые, ну, вот, вы с первого взгляда покупаете, вы четко знаете, зачем вам это нужно. То есть если блогера, вы уже не подписываетесь сейчас на всех подряд блогеров, правда же, да? Ну, вы уже понимаете, что вот это развод, это не мое, это бесконечное, да, Глена говорила, селфи и показ себя. Нет, вы ищете все очень для себя нужное. И мы, соответственно, с вами хотим обратку же получать. Хочется же, да, получать лайки, хочется же получать комментарии, хочется же, чтобы в директ написал чек и сказал, ой, какой красивый у тебя пост, ой, как же мне было полезно. Многие уже смотрят, да, а их пост там о ценности жизни сохранился, ой, как замечательно. Я, например, была очень в каком-то таком интересном ступоре, когда я выложила просто там десяток книг, которые, ну, ничего вообще, просто не о чем было писать. Я думаю, ну, напишу, в общем, какие книги я читаю и, может быть, рекомендую. 50 сохраненных, 50 человек сохранили этот пост. Ну, это вообще для меня это был нонсенс. Думаю, ну что, люди что, не знают, что читать в конце концов? Это неважно, да, но значит, есть интерес. И когда один лайк первый в вашей жизни, да, приходит к вам, первое в жизни сохраненное ваше какое-то, да, сообщение, первая реакция на сториз, именно в этот момент вы начинаете понимать и вдохновляться тем, что вы на правильном пути. Это первые шаги в бизнесе, это первые шаги вашей работы в соцсетях. И очень главное, вот прям совет сразу, друзья, вот здесь нельзя останавливаться. Вот просто для себя сделайте, как бы ни было вам лень, как бы ни было, ну, ничего сложного нет, нет, просто иногда ты тупишь и не понимаешь, что выкладывать и вообще чем порадовать. Возвращайтесь в точку свою отчета, что вы себе пообещали. Я, кстати говоря, записала себе голосовое сообщение, когда была во вдохновении, кинула его в телеграмм, в инстаграмм, в телеграмм в избранные, где я сама себе, ну, скажем, приказала, но я как человек с военной истории, я офицер по первому образованию своему, вот, и я понимаю, что такое отдать себе приказ, понимать, что за этим стоит, и, ну, это если вы можете с собой договориться. Есть люди, которые не могут с собой договориться, мы обязательно нужны какие-то извне обстоятельства, да, мне, например, не нужно. Я прослушала голосовое сообщение, посыл себе и поняла, что, короче, так. Так, идем дальше. За нами наблюдает, дорогие друзья, да, вот эту фразу, да, хочу, чтобы тоже вы проговорили. То есть два варианта. Или за нами наблюдают, или нас не замечают, да, вот той же такой усредненный момент, или даже о нас не знают. Вот здесь очень вам надо определиться, что вы хотите. Чтобы вас не замечали в инстаграм, вы тихо, как шпион, заходили на все сторис, там, желательно, с чужих аккаунтов, да, есть такие товарищи. Я прям вычисляю, я же разведчик. Я вот даже знаю, где там что происходит, ну, это даже прикольно, на самом деле. Вот, поэтому обязательно вот этот момент для себя пропишите, прям блокнот заведите, да. Я рекомендую завести отдельный блокнот, но он у меня не такой, но неважно, короче, да. Вот вы открываете, здесь прописываете. Это мой инстаграм. Не надо контент мешать с вашими дневниками, там, где вы рассказываете людям о планах, где вы прописываете, кому сколько пэков завести, и что сегодня вообще ребенку в школу дать покушать. Это вообще другая тема. А вот отдельный блокнот обязательно должен быть для инстаграм. Ваши мысли, вот, к примеру, вы не знаете, что написать через два дня, а вы два дня думаете. Вот каждую мысль записываете сюда, в себе, и вы потом как найдете темы для постов. Потому что, ну, как мне нравится такое выражение, мысль, она же, ну, гуляет, в какую голову нормальную вообще присесть. То есть если она увидела, что там все плохо вообще, человек не думает, не хочет, находится немножко не в том сегодня русле, скажем так, да, она там не сядет, она обязательно найдет голову, где ее встретят красиво, да, и облагородят. Поэтому она зашла к вам в голову, вы ее услышали, запишите, а потом порешаете, что с этим делать. Почему я в какой момент я поняла, что зачем мне инстаграм? Еще раз, ну, вы меня слышали, да, что была внутренняя такая борьба с собой. Я не то, что не понимала, о чем мне говорить. У меня бесконечно такая вот история, ну, откровение такое вам скажу, да, я постоянно, мама блогера, да, да, Радислав, Оксана Климова, сын Радислав. Хотела сказать. Блин, забыла. Ладно. Напомните, о чем я говорила вообще. Короче, в общем, давайте тогда сейчас о слайде прокомментируем. Приняла, что это необходимость, почему, да, начала вести в инстаграм, откровение, откровение, представляете, видимо, не надо, что ли, вам откровение-то говорить, что я его забыла. А, все, есть, ловушка лидерская, да, когда ты понимаешь, что ты вроде все знаешь, да, вот у тебя уже результат был, ну, в общем-то, мое высокое, самое высокое звание в Арифлейм, старший бриллиант и открытое звание дважды бриллианта. Вот. Потом что-то пошло не так, в общем, все, ну, как обычно бывает в жизни. Немножко было такое лидерское выгорание, но я не из тех людей, которые быстро сдаются, вообще, в общем-то, не сдаются. И когда что-то новое приходит, и оно уже кем-то подается, и я наблюдала за этим процессом и не принимала, мне уже кажется, что в этот момент, ну, я уже тут вообще полезно не буду. Ну, что я могу сделать круче, чем наши успешные самые онлайн-лидеры в Арифлейм, да, вот этот момент, вот это самое, извините за слово, дурацкая ловушка, в которую может попадать абсолютно любой лидер на любом звании, от уровня даже 18-процентника это может случиться. И вот этот момент вам главное узреть, когда начинается сравнивать себя с другими, а я так не смогу, это ужасно, это на самом деле полный запрет, если была какая-то таблетка какая-то от этого, вот надо просто попросить шведов, чтобы они сделали таблетку от этой ловушки, потому что на самом деле это самая, ну, сильная штука, которая может быть подножкой нам с вами, понимаете? Вот, ну, слава богу, что долго мне бы не пришлось на этом состоянии якориться, да, потому что, ну, команда за мной, если бы я, ну, людей бы рядом не было, я бы, может быть, ушла себя и, ну, не знаю, чтобы было. А также же люди меня окружают, и бесконечные вопросы, и все, и я уже взяла себя в руки. Приняла, что это необходимость. Вот когда вы принимаете, что, вот, допустим, этот процесс и вот это решение, вот это, давайте об Инстаграм сегодня поговорим, да, что это необходимость, да, что это моя визитка, если раньше у меня миллионы визиток, флайеров в сумке, весь багажник, бардачок, все забито только моими какими-то бесконечными оффлайн-предложениями, я просто все, я поняла, что это никому не нужно вообще, это мне это не нужно, я выбрасываю все флайера и визитки, у меня нет уже ни одной визитки вообще в кошельке нигде. И я понимаю, что у всех людей так происходит, это единственный канал, где люди могут обо мне узнать, хотя бы взять номер телефона и посмотреть вообще, кто я, это соцсеть, и, ну, все, вариантов нет никаких, и ты, Климова, или ты делай это нормально, или не делай нифига, иди вон там, короче, чем-то другим уже занимайся, рассказывай всем о прошлой жизни своей, как с тобой было, все хорошее происходило, но не сейчас, да. Поняла, о чем вещать, это тоже важный момент, Лена, кстати, об этом тоже вначале сказала, что, дорогие друзья, вот этот шаг, приняла, что это необходимость, хочу идти в Инстаграм, вот о чем говорить, это тоже очень важный момент, я его ставлю номер два в пункте, потому что, ну, просто так, я, вот, классно, я решила зайти в Инстаграм, и вообще не знаю, о чем говорить, но буду о чем-то говорить сейчас, друзья, да, что я там, я не знаю, может, мне что подскажете, это все может происходить только в процессе, уже когда вам нужно будет, да, какие-то опросы с публикой, с целевой аудиторией проводить, да, и вы уже приняты, да, и вы можете любой там вопрос задать, и люди либо посмеются, либо вас поддержат, то в начальном этапе вы для себя должны понять, то есть если мы говорим о нашем бренде, если мы говорим о позиционировании себя, как предпринимателя в компании, выберите просто, да, вот одно-два направления, что вы будете чередовать. Ну, конечно, все очень просто, когда ты понимаешь, что есть продукт, есть партнерство, и есть твоя личная жизнь, и все это по-любому людям интересно, да, но поставьте в приоритете процентов на 70, какой контент вы действительно хотите в Инстаграм обещать, чтобы вас все-таки люди не как мамы детей представляли, да, это замечательно, хорошо, но поверьте, каждая мама может о себе тоже много чего рассказать. Мы же там пришли зарабатывать, да, и мы пришли цены свою доносить, поэтому если вы считаете, что вы ценны людям, там, давать рекомендации, там, да, может быть, у вас хорошо зашел тренинг мечты и цели, и вы понимаете, что вы хотите об этом людям рассказать, попробуйте, снимите пару сторис, сделайте прямой эфир, начните с этого, потому что, ну, как бы это то, что дальше вас поведет, и вы будете дальше думать, да, вам придут другие мысли, другие варианты, и вы будете это все для себя уже как-то осознавать, да, но самое главное, вот этот первый шаг – себя спозиционировать. Я абсолютно четко поддерживаю всех, кто, ну, все поддерживаю, значит, что значит поддерживаю, куча прошла марафонов, и понимаю, что вы аккаунт не сделаете за один день, да, но вы его можете сделать за месяц очень четко, очень системно, если вы дадите себе вот этот дедлайн, что я с 1 декабря по 31 декабря, офигенное время для того, чтобы людям рассказать о подарках, о себе, о том, как я к Новому году готовлюсь, о том, что вот такая-то суета, а у меня офигенный бренд, моя компания, которая мне все включено, все, у меня есть, не надо бегать за подарками, не нужно искать сейчас деньги, да, потому что я взяла каталог, пошла, заработала себе на новогодний стол, да, ну, поняли, да, о чем я говорю, все, поставьте себе вот четко за месяц, все, и вы с 21 года стартанете в январе, красиво, нормально, уже все забудут, что вас за декабря не было в активе в Инстаграм, понимаете. Согласилось внутренне в том, что процесс формирования бренда, он длительный, ребята, с этим надо просто согласиться, и не надо спорить с кем-то, что там, да, я так не могу долго ждать, но, блин, извините, если можете ждать, опять-таки, да, ну, не сюда тогда, ну, не в компанию социальных продаж, ну, в другом месте, может, и не надо долго ждать, на наемной работе вообще ждать не надо, пришла, отработала, 100 гривен получила, положила в карман, и радуемся жизни, и бренд не нужен личный, да, ну, вот так. Так, вкладываю время и деньги в обучение, ну, поймите это, понимаете, что вам надо вкладывать деньги в обучение, иначе процесс затянется на годы. И я сейчас не говорю об обучении от 100 долларов, ребята, я не заплатила мне за один марафон больше, чем 1000 гривен, я вам так скажу. Это самые дорогие марафоны. Вот я вчера вот еще купила марафончик к себе, думаю, что маловато в Инстаграме, я знаю. Ну, короче, я же еще для чего там эти марафоны прохожу, платные, бесплатные, ну, немного, может быть, 5-6 я прошла, для того, чтобы я смогла профессионально своим людям доносить, и, да, и свое обучение создать в Инстаграм, потому что у меня это все на буквально, знаете, было пару школ, мы провели уже летом, да, но это все на интуитивном уровне, это то, с чего я начала сама, и то, что, ну, а людям это уже не нужно, да, то есть они уже и так смотрят, знакомы, поняли, что к чему им надо, уже тоже профессиональный подход, потому что уже за ними есть люди, и с нами надо, с ними надо уже говорить, как с тренерами будущими, да, то есть я вот, девочки, какие марафоны, ну, сейчас не могу, не буду отвлекаться, потому что в голову мне не придет, я не помню даже тех людей. Если что, я в личку вам скину, хорошо? Я решила в какой-то момент, что мне нужен ментор, я решила, что мне нужен человек, который будет за мной следить, который мне будет говорить, слушай сюда, Климова, ты тут что-то не то сделала, вот здесь ты накосячила, вот здесь молодец, вот здесь хорошо, давай сделаем вот так. Кому-то не нужно это, понимаете, да, но учитывая, что я себя чувствую здесь не совсем комфортно, да, в Инстаграм, а у меня цель не просто сделать страничку, чтобы она была красивая, у меня цель в Инстаграм совершенно иная, да, то есть все-таки, учитывая, что мой опыт, да, жизненный, моя команда, мои планы на будущее, они 100% связаны с моей очень, ну, серьезной, бурной деятельностью в соцсетях. Я по-другому не смогу достичь тех планов и целей, которые я себе поставил на ближайшие 5 лет, не делая активных вещей в Инстаграм. Понимаете, ну, вот у меня, кстати говоря, почему-то в Инстаграм больше пошло, я хоть и в Фейсбуке была все время, но моя даже целевая аудитория сейчас на Инстаграм больше переключилась, и у меня там больше активности, не знаю, с чем это связано, но вот как-то так получилось. Знаю, что ежедневные маленькие действия, вы для себя решайте, да, что согласитесь с тем, да, что ежедневные маленькие действия и задачи в системе на миллион процентов дают накопительный эффект. Накопительный эффект есть в разных направлениях, в негативных, в позитивных, да, в мечтах и целях, в плохих привычках, да, если человек начал 1 декабря курить, 31 декабря он по-серьезному закурит, если он каждый день будет брать в рот эту сигарету, да, ну, к примеру, может, неудачное сравнение, но вы это понимаете. Если вы для себя поставили цель, что я каждый день буду делать сторис в Инстаграм 3-5, вы через месяц поймете, что ничего сложного в этом нет, вначале я была как дура, а 31 декабря я уже как звезда, потому что накопительный эффект сработал, вы уже где-то за пятым, десятым разом поймете, что, ну, нормал, нормал, в общем, могу, да, понимаете, вам что, сказать нечего? Нам что, после вчерашнего мероприятия мало контента? Извините, вообще. Ну, что, как? У каждого человека, который в компании 5 дней в Арифлейм находится, уже есть что сказать. Сказать о людях, сказать о Магнусе, какой у нас просто офигенный президент, сказать о красивых женщинах, которые меня окружают, а мне нравится смотреть на женщин в красивых деловых костюмах, платьях и с офигенным макияжем. Я там хочу быть. Вот я для себя выбрала вот такое сообщество, друзья, а вы что там, где там сейчас находитесь? Ну, не можете встретиться со мной в ресторане, давайте в онлайн проведем вечериночку, я вам расскажу, что, куда, почем, да? Ну, короче, не останавливаться, просто продолжать без надрыва и с удовольствием. Вот здесь момент такой без надрыва, мне тоже важно вам это донести, потому что бывает такое, что когда ты реально, ну, не хочешь, ну, вот так случилось, что я сломалась под вирусом COVID, вот, и две недели выпало из жизни. Ну, какие stories вообще? О чем говорить? Ну, меня просто как-то накрыло нормально, я неделю, ну, не могла, короче, вот так в одну точку, и вот лежу, о чем? Ну, просто пришлось выложить по совету друга, объясни людям, что ты не просто так пропала, вот тебе лень, да? Ушла куда-то, ну, написала, что ушла под одеяло, не знаю, насколько, да, но люди уже поняли, что что-то там произошло. Вот, хотя до последнего, там, в больницу приехала, там, когда воспаление легких мне уже поставили, я еще снимала stories, потому что я нормально себя чувствовала, а потом бабах, и все. То есть на две недели, понятное дело, ну, все, не хочется. Если вы понимаете, что у вас накрывает сейчас вот такой период, я сейчас не о болезнях даже говорю, да, о каких-то, ну, моментах, может быть, серьезных, там, психологических, может быть, да, вот устала, блин, достали все, короче, напишите в stories и поставьте пост, что, ребята, такая вот сложилась у меня ситуация, не знаю, о чем писать, все надоело, помогите. Класс! Вы знаете, сколько вам будет совета? Вы обалдеете вообще, вас на руках вынесут, еще подписчика вам дадут, ну, правда. Да, надо, короче, рассказать про COVID. Люди просят, а я, слушайте, не знаю, что мне им рассказать. И что происходит, когда мы начинаем активничать? Все, я, по-моему, забрала кучу времени. Юля, я сейчас заканчиваю. Три минуты я заканчиваю. Короче, ничего особо не происходит. Ну, просто, чтобы вы просто знали, что ничего не произойдет, если вы неделю, две или три будете активно, а еще до этого вообще ничего не активно, да, по чуть-чуть надо начинать, а себе заявили, рекрутинга, рекрутинга, не будет. Я вас хочу расстроить просто. Вот такого прям с неба, понимаете, и прям все к вам встали в очередь, вы там только пост выставили, требуется три сотрудника в интернет-магазине, и такая ждете, что-то не произойдет, потому что все нормально. Как бы не только вам, они нужны, сотрудники. Это все не так просто. Будьте к этому готовы. Но какие офигенные штуки с вами произойдут 100%. Я, кстати, много раз сегодня сказала офигеть и офигенно, простите. Ну, это, кстати, я после вчерашнего мероприятия заклинила, я никак не могу выйти. Особо ничего. Интерес, кто за нами наблюдает, будет 100%. Потому что, к сожалению, и нам, как подписчикам, и людям, которые с нами общаются, мы с ними, интерес осмотреть, а что у Климова сейчас вот тут на столе. А в чем она сидит? Она, интересно, в трусах или в спортивных штанах? Я в спортивных штанах, если что. А вот что же она вот сейчас вот интересно вот в этот момент делает? Ну, тем более, когда вы дали вот этот посыл, да, что вы готовы людям рассказывать немножко больше, чем о Reflame. И поверьте, что я долго с этим не соглашалась, что я не хочу, я хочу только про Reflame говорить, я не хочу свою личную жизнь засвечивать. Да, но никто же не просит вообще вас это делать, пока вы сами не поймете, зачем это нужно. Учитывая, что если мы хотим быть профессионалами, ну, ворвусь, да, опять в эту тему, вернее, блогерами, да, ну, мы же, большинство у людей, наших предпринимателей Reflame, в Инстаграме, в шапке, либо блогер, либо публичная личность, да, я пока до публичной личности еще не дошла, но я просто блогер. Ну, а смысл тогда там тусить и выкладывать эти stories? И понятное дело, что людям интересно несколько больше, чем интересно вам. То, что интересно вам, вы однозначно хотите это продать. И когда это будет вот одной лишь целью, то рано или поздно случится такое, что людям это надоест. Они отвернутся, погуляют, ну, может, конечно, к вам вернуться еще, но такое может быть. И люди из прошлой жизни проявляются. Вот что получилось у меня, допустим, весна, лето, такие люди проявились, да, которые ушли у меня из бизнеса, давно так, знаете, так, ушли, но дверь не закрыли, видать, приоткрыли ее немножко и подглядывали чуть-чуть. А тут такое прям произошло и пишут, и все, а ты, оказывается, еще да, а я хочу снова, на-на-на, такое. Формируется медленно, но уверенно устойчивое вас мнение. И вот здесь очень важный момент, да, я очень люблю книгу «Как перестать беспокоиться, начать жить». Кто знает, кто автор? Кто знает, кто автор, тому сейчас я шлю воздушный поцелуй. Да, да, Зоя, воздушный поцелуй. Я прочитала эту книгу впервые в 23 года, но не дошло до меня, я поняла, что не, ну, беспокоиться не про меня, как же так, меня всю жизнь учили беспокоиться. Так вот, для того, чтобы быть на волне с нашими подписчиками, чтобы действительно это было очень гармонично, мне нравятся три совета от автора в этой книге, одна из глав. Три доктора у человека есть, самых главных доктора для себя и для других. Первый доктор это диета, второй доктор это веселье и третий доктор это спокойствие. Как перестать беспокоиться и начать жить называется книга. Диета, веселье, спокойствие. Вот, вы знаете, я вот как-то перечитала ее и поняла, что в соцсетях мы должны быть максимально спокойны и когда надо веселы, потому что все люди напряжены, все в стрессе, у всех грусть, ну, к сожалению, так, прям говорю, что у всех не в жизни, так в мыслях, она есть и проявляется. И поэтому, друзья, почему ТикТок набирает обороты? Ну, так просто можно зайти поржать с ничего. Вообще сидишь, ты будешь, какой тупеш, но ты сидишь и ржешь, как вообще не пойми кто. Желание быть ближе к нам, если от души искренне на ценностях доносить свою инфу, вот это об этом. Спокойно, методично, весело, если можно, да, но не надо ржать, можно улыбаться просто. И ваш проект ЯБренд по-любому запускает корни. Вот это происходит тогда, когда мы начинаем активничать. Но этого не произойдет никогда, если вы будете это делать не в системе. Понимаете, да? Система может быть у вас не каждый день, она может быть через день, через два, через три. Да, спасибо. Я заканчиваю на слайде таком, что социальные сети это возможности для каждого. Потому что, друзья, то ли еще будет социальными сетями и все такое прочее. Мы уже, в принципе, да, Новый год в этом году будем встречать в онлайн конкретно за монитором с шампанским с нашими командами. Все понятно, с этим надо не смириться, это надо принять. Да, смириться, это значит, что смирился, нос повесил, ноги в рост, как говорится, да, и сижу, думаю, ну что ж такое, да. Нет, принять и красиво делать, продолжать свой личный бренд. Три совета на сегодняшний день. Перестать беспокоиться от того, что мы беспокоимся, ничего не происходит или происходит что-то очень, не очень хорошее. Глубоко дышать, всем сейчас глубоко дышать. Я, как участница движения COVID, говорю, всем глубоко дышать. И больше делать, и меньше наблюдать за другими. Если вам нечего делать, не наблюдайте за другими, наблюдайте за собой. Не переживайте, за вами наблюдая даже тогда, когда вы наблюдаете за собой. Хорошо, договорились? Спасибо вам. Прекрасного понедельника, обалденной недели, потому что сегодня мы стартуем на официальном канале Арифлейм в Инстаграм Арифлейм Украина. 15 минут на выбор подарка каждый день в 18.00. Не забывайте рассказывать об этом своим клиентам, постите в своих сторис, в Инстаграм, вот эту информацию, взаимопиар с Арифлейм Украина. Это круто. Спасибо.